Кризис это перманентное явление в экономике, в принципе. Она построена, тем более, на современной системе кредитных отношений. И во многом россияне выживают за счет кредитов, конечно, потому что невероятное количество потребительских кредитов выданно населению. В случае малейшей нестабильности, дисбаланса, возникнет вот этот ком невозвратных платежей, которая может привести к очень серьезным экономическим последствиям. Но на самом деле это ерунда, то есть я как бы отвечу так. У некоторых людей кризис не заканчивается никогда, а некоторым при любом кризисе все равно будет нормально. Поэтому это такие условные вещи, то есть мы живем в капиталистическом мире, Россия интегрирована в принципе в мировую экономику. Да, у нас не совсем рыночные отношения, многие вещи завязаны на чиновничьих постановлениях и влиянии государства на те или иные коммерческие организации. Тем не менее, рынок устоялся. Здесь все должны понимать, что если ты берешь долг, рано или поздно придется отдавать. Если отдавать нечем, то будут проблемы. Поэтому надо постоянно просто жить всем в ожидании того, что может случиться в любой момент. Рубль упадет, доллар упадет, рухнет цена на нефть. И как говорил Борис Григорьевич Федоров, царство в небесное, бывший министр экономики и финансов России, не надо класть яйца в одну корзину. То есть, если у вас есть возможность какие-то сбережения делать, делайте их и в долларах, и в евро, и, например, в японских или китайских денежных единицах, и в рублях. Старайтесь откладывать, потому что жить одним днем, ну, так скажем, в современном мире неразумно, наверное.